Мы начинаем нашу встречу. Итак, у нас в гостях Екатерина Тимошпульская. Меня хорошо слышно. Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Какие вы все замерзшие. Не повезло нам с погодой сегодня, правда? Очень холодно. Но скажите, пожалуйста, сколько кому лет? Сколько тебе лет? Четыре года и восемь месяцев. Прекрасно. А тебе? Да. А тебе сколько? Семь. Ты уже в школе учишься? Нет. А тебе сколько? Нет. Еще не в школе? А ты, малыш, ты говоришь? Еще нет. Понятно. Девочки, а мам, сколько лет? Мы уже учитесь в школе. Правда? Да, мы на второй класс почти перешли. Это прекрасно. Это прекрасно. Ну, значит, со второклассников и, в общем-то, начнем. Очень приятно было услышать, что я детский писатель. И это правда. Пишу я книжки для детей. Ну, наверное, для детей все-таки, которые уже учатся в школе. Хотя девушки, которые вот-вот пойдут в школу, тоже, наверное, будет интересно. Интересно. Сколько вам лет, юная леди? Девять. В каком классе? Во втором. Вот и отлично. Вот и этому замечательному мальчику. Сейчас опять бумажки полетят. Вот этому чудесному мальчику. Он тоже учился во втором классе, когда я написала про него книжку. И в конце, в трилогии, он уже перешел в пятый. И третья книжка называется «Прощай, началка». Представляете? То есть он закончил начальную школу. Но когда все начиналось, он был только во втором классе. Но, девочки, вы, пожалуйста, не думайте, потому что эта книжка не только про мальчика, но на самом деле и про девочек тоже. Там очень-очень много всяких разных приключений, которые написаны и про девочек тоже. А вообще это про прекрасную школьную жизнь. Вот скажите мне, поднимите руки, кто из тех, кто не учится в школе, кто хочет учиться в школе? Прекрасно. Прекрасно. Я не хочу учиться в школе. Почему ты не хочешь учиться в школе? Скучно? А ты же не знаешь, что там скучно. А там вот очень весело. Открою вам один маленький и большой секрет. На самом деле я не только детский писатель, но еще и учительница в школе. А учительница я начальных классов. Первый, второй, третий, четвертый. Вот сейчас мой класс закончил четвертый класс. Выпустил все большое. Я страшная и ужасная учительница. Посмотри на меня и увидишь, какие учителя будут у тебя в школе. На самом деле у школьной учительницы есть огромное количество всяких разных рассказов и заметок об учителях, коллегах, о детях, школьниках и вообще о всяких уроках. Вот сейчас, чтобы чуть-чуточку вас развлечь, я вот специально приготовила шпаргалки, чтобы почитать вам пару смешных историй, которые приключились с моими детьми, когда они учились в разных классах. Вот, например, есть такая маленькая история, называется она Дима и английский язык. Знаете, что такое английский язык? Да! Что? Ты учила английский? What is your name? Учила английский язык? Да. Я тоже. Так, кто еще учил? Учила. Кто? Ты учила? What is your name? Учила английский язык. Позабыла. Так, кто помнит? Я помню, я помню. Мы поем, помним, на второй классе мы. Ну-ка, what is your name? My name is Dasha. Oh! Bravo! What is your name, girl? My name is Masha. Маша и Даша. Прекрасно. Вот рассказик называется Дима и английский язык. Сейчас, простите, я еще очки наделу. Зачков не вижу. Зачков не вижу. Дети довели. И тетради. Димка не любит английский. Ну, не дается. Вот ему хоть трески. Не получаются иностранные закорючки. Не складывается язык в диковинную трубочку. Не шипится, не рычится и не мяукается. С русским бы сначала справиться, вздыхая, то, аккуратно складывая тетради обратно в рюкзак. Екатерина Борисовна зовет меня Дима. Как вы думаете, я смогу? Ну, хоть когда-нибудь, но хоть через год. Что уверены? Вы что, верите в меня? Думаете, что я запомню эти жуткие слова? Даже не знаю, как нормальный человек может сказать. Язык нужно как-то сложить, потом куда-то сунуть. При этом что-то где-то должно защитно дать, не только когда нужно произнести слова. Несение выполнено дисциплина. Что нужно сделать? Слушать диск, привыкать к речи, я не привыкнусь. Но хорошо, попробовать могу, завтра начну. Хорошо? Хорошо, сначала мне надо привыкнуть к речи, что к адресной речи нужно привыкнуть. Как я сказал, мне кажется, что я будущий лет к речи пойду домой и начну привыкать. Пизрек Дима, и засунув язык между звуками, зашипел что-то непереводимое. Вы же знаете, что в адресском языке действительно нужно что-то куда-то засунуть, чтобы получилось какое-то слово? Скажите, пожалуйста, какие школьники, а какие ваши самые любимые предметы? Математика. Так, ну и что же в школе? Ты в школе? Давай, как у вас. Привет. Отдет, привет. 8, то есть ты перешел во второй класс, да? Здорово, замечательно. Окружающий мир это прекрасно, а у кого самый любимый предмет математика, нет? Не любите? А русский? А кто из вас... Вот я знаю на самом деле, что вот здесь, в этой аудитории, в этой мастерской есть девочка, которая тоже пишет рассказы. Представляете? Она тоже пишет рассказы, и у нее получается. Вот это вот девочка, Маша. Очень талантливая девочка. Она пишет рассказы, и у нее замечательно получается. Причем, как выяснилось... Откуда вы знаете? Давай у нее спросим, это правда? Да. Это правда. Ну, Маша, что вы смеете? Я читаю книжки, да? Представляешь, учительницы еще оказывается бывают не сновидящими. Поэтому не пуйся, что... Не верю! Честное слово! Не верю! Она книжка на тихо! Честное слово! Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Я... А я уже ее пробовала читать? Или еще нет? Нет. Ты уже умеешь читать? Ты тоже умеешь читать? Я уже умею писать и читать. Правда? Не верю! Честно? Да. Не может этого быть? Нет. Нет. Шесть лет девочки не могут еще читать и писать. Я не слепляю. А, ну, прости, пожалуйста. Все, конечно. Один из-за того. Откаде. Такое красивое имя. Ты тоже умеешь читать? Ну, замечательно. Да-да, я думаю, что вам будет очень удивиться. Если вы хотели бы почитать. О, можно! Я читать люблю! Ну, я люблю читать. Я не только люблю читать, но и счастье не писать. Поэтому получились вот такие вот замечательные книжки. Они такие яркие. Вот, Андрей, мы читаем. А не там лучше, да? Что? 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 Понимаешь? Опа! Не надо там что-то. Я, кажется, у меня с микрофона включу. Мне кажется, мне это отлично. Да, это... Ну, учите лицо? Ухите! 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 А может, и есть лучше? А так лучше нет? Мне кажется, у нас все. А там, ухите, нет? Кто подкрутит? Там что-то подкрутит. Сейчас подкрутит обратно. Сейчас подкрутит обратно. Мне кажется, пока все то же самое. Давайте посмотрим вот на эту обложку. А-а-а! И вот у нас есть эта книжка. Анна, у тебя есть эта книжка. Я тебе ее подпишу. Да? Потому что я ее написала. Здорово. Посмотрите, пожалуйста. Ульяна, обратите внимание на обложку этой книги. Скажи, пожалуйста. О, заработала. Скажи, пожалуйста. На ком сидит Митя Тинкин? На какой рыбе? Есть варианты? Нет. На дельфине? Нет. Это не кула. Это дельфин. Скажите, пожалуйста. Кто из вас когда-нибудь катал на дельфине? Я! Здорово! Я катал. Да? Классно. Ульяна, скажи, пожалуйста. Дельфин теплый или холодный? Холодный. Холодный. И теплый. И теплый. А дальше твердый. Теплый. Нет, он твердый. Он столький. Жесткий и скользкий. И все гладкий. И гладкий. Я думаю, что он теплый, потому что теплокровный, а животные. Да? Холодный. И я говорю, слушай, ну ты прям как ты знаешь, что я знаю, кем ты будешь, когда ты вырастешь. Ты будешь литературным критиком. Правда. Потому что литературные критики, они свежие себя там пишут. И в общем-то не только литературные критики, а критики вообще. Потому что пишешь, пишешь, стараешься, стараешься, пишешься. И вдруг раз! А у тебя какую-нибудь гадость в плане. Ну ты-то гадость не говоришь, что умная девочка, хорошая. Да. А вот здесь. Посмотрите на обложку. Кто я здесь изображен? Слон! 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 Пожалуйста, где эти пообразители книжки читают? Да. Да? Не обманываете, нет? Нет. Очень не обманываете. Нет, не читаю. Ты не читай? Откажешь, ты не читай книжки родительные. Я сам очень люблю книжки, потому что у нас такие технологии, что... Телефон можно включить книжки, это замечательно. Скажите, пожалуйста. Что? Правда? А тебе сколько лет? Тебе и семь лет? Ты закончил первый класс или только пойдешь? Нет. Январский. Январский, понятно. Это замечательно. Начальник, скажите, пожалуйста, теперь ответьте мне на такой вопрос. У кого из вас, кто уже учится в школе, проходят балы? Знаете, что такое бал? Яна, обращаюсь к себе как к литературному критику. Знаешь ли ты, что такое бал? Ах, это когда красивые платья, девушки и мужчины, мальчики в красивых костюмах, что они на балу, что они танцуют. Танцуют, правильно. И вот в школе, видите, есть, оказывается, такая замечательная школа в Москве, тоже танцуют. И там тоже проходят балы, представляете? И девочки и мальчики на этих балах тоже танцуют друг с другом. Скажите, пожалуйста, школьники, а мальчики в классе или там в группе, или где-то еще, где вы занимаетесь, девочка, которая вам нравится? Есть, конечно. Есть? Да. Есть? Ну, я девочка в школе. Ну, у меня есть. У меня тоже есть балы. Девочка есть. У меня три. Нету еще, Кутя? У меня три по-третью. Так вот, у Мити Тимкина в классе получилась, конечно, тоже самая красивая девочка на свете, на которой он что сделал? Подруг не имею в виду, мы имеем в виду. Что мальчик делает с девочкой, вы можете в нее только влюбиться, потому что она самая красивая девочка в классе. И вот история про любовь тоже есть. Девочки, подружки, скажите, пожалуйста, у вас в классе есть мальчики, которые можно влюбить? Нет. 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 Мальчики, ты смешанные мальчики? Да. Можно? 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 Можно еще раз? Я... Я была фигмачкой. Правда? Максим? Максим? Да. Красное имя. Максим умеет друживать? Максим, я хочу. Мила Семя. Алина. Алина тоже очень красивая. На входу тоже есть Алина. А вот Митя Тимкин влюбился в Алю. Ее Аля зовут. Аля Аросева. Самая красивая девочка в классе. Естественно, в эту девочку был влюблен не только Митя, но еще и первый ученик в классе. А как вы думаете, Митя Тимкин был отличником? Нет? Каким он был? Был? Да? Ну вообще, такие главные герои, они вряд ли бывают по закону жанра отличниками, потому что должно быть в главном герое что-то неправильное. Как вы думаете? Но главный герой не может быть таким идеальным. В нем что-то должно быть не то. Он или учиться должен как-то плоховато, или маму не слушаться с папой, или что-то еще из ям какой-то должен быть. Нет? Он свою собаку не слушает. Собаку свою не слушает. Кстати, здравствуйте. Кстати, а собака? У кого из вас есть собака? Поднимите, пожалуйста, руку. Какая у вас собака? Шинцовка. Может быть, что ли? А может, кстати, моя тетя с нами? У нас стоит есть кошка. Муся. Кошка Муся? Муся. Муся. Она дача Муся. Она дача Муся. Прекрасно. А у тебя? А у нас два кота. Два кота? А собака у кого-нибудь есть? Нет ни у кого. А кто хочет собаку? Мы хотим Джек Красного. А вы хотите? Я хочу собаку. Улья, какой ты хочешь собаку? А? Бежим. А ты хочешь большую собаку или маленькую? Огромную такую? Малютку, которая дорожит от всего, которую нужно укрывать одеяльц? Я слышу. А? С такими большими глазками на выкате, которые трясется все время. Собака называет, что это без шерсти. Без шерсти? Это как? Да. Без шерсти. Я знаю, только кошка есть без шерсти. Да, я знаю. Нету. Понятно. А вы скажите, пожалуйста, те, кто хочет собаку, а родители не разрешают. Что вы говорите родителям, чтобы получить собаку? Мам! Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, я тебя прошу. Я говорю маме. Мам! Ну, я собаку ухожу. Я обязательно буду с ней гулять. И ухаживать за ней буду только я. Ты вообще даже забудешь про то, что у нас в доме есть собака. Ха-ха-ха. Да. Ты даже вообще никогда не будешь гулять. Я буду покупать корм, ходить в магазин. Я буду звонить ветеринару. Пожалуйста. Только ты. И вот бедная, наивная мама покупается на эти обещания своего дитя. Покупает собаку. И что дальше происходит? Обычно? А? Ребенок этого не делает! Никогда! Ребенок не делает! Не делает ничего, которое обещал маме и обещала. Врет! 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 Это большая собака, с которой обычно люди выходят на охоту Это собака, которая бегает по болотам и там кого-то ищет Не знаю кого Рыб А как она ищет рыб на болоте? Кусает рту рыб Нет Я думаю, что она достает каких-нибудь птиц Нет В общем, это собака, с которой нужно очень-очень долго гулять Вообще, с собакой нужно долго гулять А почему наша кошка? Почему? Потому что собака должна много бегать Это вообще собака, которая живет на улице Да Куся, Куся, Куся Я несколько раз уже видела, как они гуляли на улице на ошейке Теперь у меня как-то такой вопрос Дорогие друзья, скажите, пожалуйста Кто-нибудь из вас был в Черногории? Знаете, что это такое? А? Мы были Что это такое? Был? Что это? Что такое Черногория? Страна? Молодец! Ты дошел уже до Черногории, но ты даешь Молодец! А вторая книжка у тебя есть? Тогда обязательно купить, потому что там за приключениями и сетимкино продолжаются Вот, должна я вам сказать, что там действительно и для мальчиков, и для девочек Так, Ульяна, иди сюда Давай, выходи, ты будешь быть своей помощницей Давай, это успеет Самая смелая девочка, которая не боится ни с кем спорить Ульяна, иди сюда Я спрошу, я Уметь Уметь Сейчас Погласи 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 Спорить А, Ульяна, Уметь, хорошо споришь Что ты идешь в Кварье? Я Уметь Упрашивать маму купить котика, а Дарья? Я не знаю, что я хочу Она даже не знает, что хочет, даже сейчас Что ты хочешь, что ты умеешь Да, я знаю Ну, молодец Простите, у мамы с собой, мама еще не купила? А я попугая Пупугая хочешь? Здорово Ульяна, держи книжку Вот смотрите, во второй книжке есть такие истории Есть истории и про мальчиков, и про девочек Есть такая глава, она называется «Скейтбордисты-экстремалы» Кто знает, кто такие скейтбордисты? Да Это люди, которые называются «Скейтбордисты» Здорово Есть глава, которая называется «Африканская бабушка» Оказывается, «Африканская бабушка» Оказывается, у Мити Тимкина есть бабушка Которая местной души жила в Африке Кто знает, где находится Африка? Африка Никто не помнит, Ульяшка, знаешь, где находится Африка? А? Не знаешь? Где? Где находится Африка? А? Где находится Африка? Не знаешь? Африка На севере? Кто согласен с этим утверждением, Ульяный? что Африка находится на севере. Девушки, у которых есть собака с прекрасным названием породы. Где находится Африка? А вот есть предположение, что на севере, нет? Все по-наимски, да? Ну, конечно, это южный континент, который на юге расположен. И совсем на юге, прямо по середине нашего земного шара, там еще и экватор проходит. Кто знает, что такое экватор? Никто не знает. Вы знаете, кто это? Середина земли. Середина земли, правильно. Можно вот так вот пополам разломить землю, как шарик. Есть еще голова, она называется рубленый рот. Рот, что это как раз собачка. Есть голова, которая называется апперкот, хук и боксерская перчатка. Мальчики, мы вам обращаем. Как вы думаете, что это такое? Аперкот? Да, какой? Аперкот это вот так. Да, это вот так. Из-под низа. А вот, а апперкот это прямо в голову. И боксерская перчатка, так ли я надержу, есть? Да нет, да, чуть-чуть. Я не один, а учусь в карате. В карате это здорово. Да, а что? А ты где занимаешься? Я. Да. Плава. Плава, я очень люблю. Здорово. Здорово. Кто еще занимается спортом? Да пусть сидит там поближе. Чем ты занимаешься? Каким спортом? Какие добрые. Здорово. А ты занимаешься спортом? Нет. Нет. А? Нет. А? 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 Понятно. Понятно. Так, девочки, а вы занимаетесь спортом? Я занимаюсь спортом. Чем занимаешься? А? Маша? А лучше? У меня теперь золотых первым местом поближе. Здорово. Похвасталась. Хорошо. Ну, все. Девочки, а вы занимаетесь спортом? Нет. Вообще, а фитнес? Нет. Нет. На ролика катаемся. А если раньше занимаемся? Это же здорово. Здесь тоже. Я не знаю. Ты тоже замечаешь на роликах. Я не знаю. Это здорово. Это здорово. Это замечательно. А я на велосипеде. Умница. А кто знает, что такое пасека? Я знаю. А я знаю. Там же пчелки живут. Там пчелки, там же пасека. Да. Там улица стоит. Там действительно живут пчелки. На пасеке, да. Пчелы бывают опасные, особенно, когда кусаются. Я сам со мной сейчас на фаре. Я не знаю. А на нас есть. Здорово. А теперь у меня два такого. Скажите, пожалуйста, вы можете назвать хотя бы одну фамилию русского поэта? Пушкин. Здорово. А еще? Носов. Носов, не поэт. Именно поэта, который стихи ищет. Кунин. Маршан. Маршан. Тючек. Тючек. Привет. Привет. Носов. Носов. Чуковский все-таки не поэт, да. Сейчас я буду. А кто помнит какое-нибудь стихотворение наизусть? Хотя бы пару строк. Нет. Пиши. Пиши. Боли, что я могу. Нет. Это откуда? Пушкин. Нет. Совершенно нет. Хорошо запомнила школьная программа. Хорошо, что ли, Школя? Конечно. Мы просто в литературе умерли здесь учимся. А-а-а. Вот оно что. Мы журналисты. Сейчас я... Вы филологи. Мы журналисты. А журналисты? Это кошмар вообще. Спасибо. Вас надо бояться. А мы не с ними. Мы и с датчиками. Тогда вопрос к журналистам. Вы не будущие журналисты? Скажите, пожалуйста, а кого из подвинетов писатель и вы можете назвать? Победа Медаева. Еще. Победа Медаева. Победа Медаева. Победа Медаев. А то есть, я люблю ее. Еще. Лидская. Еще. 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 Это, который не знает. Так, дети, вы видите, взрослые пилологи-журналисты сейчас кнутуются в своих одетах и никак не могут вспомнить. А химиков спрашивают? Химиков, конечно, спрашивают. Расскажите, а современных писателей поэтов кого не будет? Рубна и Евгушенко, согласны. Еще. Расскажите, а у вас нет заказа? Вы когда-нибудь поработаете? Первый курс? Ну, закончили. Сейчас уже июнь. Очень странное ощущение, что сейчас уже июнь, потому что, по ощущениям, сейчас ноябрь. Да? Да. Сейчас ноябрь. Потому что ужасно холодно, а чтобы было тепло. Дорогие ребята, к вам сейчас у меня попрощается, пожалуйста, у вас есть ко мне какие-нибудь вопросы? Есть. Ну, вот так писатель, у вас есть ко мне вопросы? Да. Про пчел, скажи. Если они одинаковые, то они скажут, что жало отстаётся в теле человека. Это не вопрос, как ты говоришь. Но он хочет рассказать про пчел, это тоже важно. Они действительно убирают, жало остаётся в человеке. Ты жалка? Нет, он же. Ну что, нет вопросов? Я не знаю, что меня аста упустила. Тебя упустила аста? Да. Ну, с тобой было всё в порядке? Да, я не знаю, что всё в порядке, но я... Да. Я нацу тоже не забыл. Здорово. Вопросы, то есть не здорово, конечно, жалко папу. Есть вопросы? Как тебя зовут? Аня, ну что ты можешь спросить? Я не знаю, что ты можешь спросить. Новые книги обязательно буду писать. И даже по секрету тебе скажу, что скоро будет ещё одна книжка. Маследняя из циологии Митя Тимкина, а потом скоро ещё одна книжка про школу. Так что книжки, конечно, я писать не знаю. Обязательно. Моша! Час. Новая книжка называется Митя Тимкин. Прощай, начало. То есть он заканчивает начальную школу. А ещё одну книжку пока название окончательно не утвердили. Ну, что это про школу спешное, да. Я хочу у всех спросить, кто придумал песню на своём языке? Я вот придумала песню на своём языке. Придумала свой язык и на нём песни коню. Кто придумал свой язык? Ульяна придумала. Ты тоже придумала свой язык? Ульяна. Ульяна, я поняла, что я русский. А ты мог что-нибудь спеть на своём языке? Да. Стесняешься ты? Перестань. Слушай, литературные люди, они обычно не стесняются. Да. Да. Маруни. У меня тоже своё пикс-пак. Да, хороший вопрос. Почему мы начали именно со второго класса? Я объясню. Когда я начинала писать эту книжку, мой сын, который прототип в виде Тимкина, он учился во втором классе. Поэтому я решила начать почему-то со второго класса, но дальше уже так продолжилась. Вообще, когда сейчас он уже перешёл в шестой, он уже перешёл в шестой, и когда вышла книжка про Митю Тимкина, он уже англотировался. Когда он ходил в школу, было совершенно... Маруся с этой стороны. Маруся, ты сюда. Иди сюда. И раздавать автограф. Иди сюда. После этого мне, когда я ему сказала, если ты хочешь, чтобы я учился хорошо дальше, тебе нужно написать продолжение, потому что интересно, что там было. Ну, какая мама не захочет своего сына увидеть, то есть не в отличный, просто хотя бы в хорошемках. Поэтому пришлось писать вторую книжку, ну а потом уже и третью, когда Митю Тимкин, собственно говоря, зажил свои собственные жизни. Именно поэтому со второго класса. И ещё есть такая история, почему со второго, когда я вернулась в школу к преподавателям. Учительница первого класса, неожиданно улюбившись, уехала в Испанию. А дети остались. Я взяла уже конец первого класса, и начинала, как бы я начинаю со второго. Поэтому я начала не с первого, а со второго. Я очень любила с детства читать, просто обожала. И была даже такая лайка в нашей семье, такая полу сказка, полуправда, что когда я пришла в районную библиотеку, меня оттуда выгнали, потому что я прочитала всю библиотеку. Я научилась читать самостоятельно, но мне было года четыре, наверное, может быть, пять. Причём никто мне не показывал. Я подходила к бабушке, приносила старую газету и спрашивала, что это за губа. Она мне рассказывала, что это за губа. Всё, я дальше уходила и, в общем, читать научилась сама. Читала всегда. Да, ты тоже как бы считать. Ты можешь петь, давай. Микрофон работает? Хорошо слышно. Потому что у нас песня пойдёт. Давай, давай. Давай, давай громко. Давай, не стяйся. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»